Мы полагаем, что в этом году темпы роста экономики Китая будут находиться на уровне 6,5%. Это будет играть на пользу ценовой динамики рынка сырьевых товаров в Австралии. Раджив Бисвас, IHS На этой неделе мы получим данные по производству из нескольких стран. Инвесторы будут внимательно следить за отчетом США по рынку занятости, который будет представлен в конце недели. Колебание курса доллара оказало сильное влияние на динамику цен на сырьевые товары. Это также отразилось на обменном курсе пары евро-австралийский доллар. Ожидаете ли вы ослабление австралийского доллара по отношению к евро в краткосрочной перспективе? Важно отметить, что экономика еврозоны показала признаки улучшения в течение первого квартала этого года. Доллар США несколько ослабил свою позицию по отношению к евро, а также по отношению к другим валютам в начале 2017 года. Он поддерживает единую валюту. С другой стороны, австралийский доллар негативно влияет на замедление роста цен на сырьевые товары в последние дни. Мы ожидаем, что евро подорожает по отношению к австралийскому доллару в апреле и мае. Рынки не ожидают каких-либо изменений со стороны ЕЦБ в среднесрочной перспективе. Как это может повлиять на устойчивую позицию единой валюты? Я могу с уверенностью сказать, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах мы не увидим никаких изменений со стороны Европейского Центрального Банка. Однако не стоит забывать о том, что экономические фундаментальные данные продолжают улучшаться. Мы наблюдаем постепенное улучшение экономических показателей по всей зоне евро. Уровень безработицы снизился. Инфляция показала небольшое ускорение. Это способствовало росту ожиданий участников рынка, а постепенная эволюция направления монетарной политики ЕЦБ. В какой-то момент Европейский Центральный Банк примет решение уйти в сторону от своей аккомодационной политики. Это означает, что евро укрепит свою позицию по отношению к другим основным валютам. В ответ на такие изменения в общем направлении политики. Австралийский доллар продолжает чувствовать эффект ускорения цен на сырьевые товары. На фоне роста опасений относительно того, что китайский спрос на уголь и железную руду Австралии снизится. Каковы ваши долгосрочные прогнозы по курсу пары евро-австралийский доллар? Мы ожидаем, что экспорт австралийского сырья в Китай будет иметь хорошую поддержку. Мы считаем, что темпы роста экономики Китая будут находиться на уровне 6,5% в этом году. Это сыграет на пользу ценовой динамики рынка железной руды, а также других товаров Австралии. Мы зафиксировали увеличение поставок железной руды. Мы также обнаружили избыточные мощности в некоторых районах добычи и накопление запасов железной руды в китайских портах. Принимая все это ко вниманию, мы можем предположить, что цены на сырьевые товары, скорее всего, снизятся по сравнению с тем уровнем, который был зарегистрирован в начале года. В настоящее время цены на железную руду составляют около 80 долларов за тонну. Ранее в этом году цена находилась выше 90 долларов за тонну. Мы наблюдаем эволюцию ожидания цен на сырьевые товары. Я думаю, что это будет способствовать ослаблению австралийского доллара по отношению к евро в подкосрочной перспективе. Мы признательны разживу за его комментарии. Мы смотрели Долгас КПТВ. Оставайтесь с нами. На сегодня все. До свидания. Долгас КПТВ.